Вот своих надо иметь в суду. С самого начала покупал хорошие в магазине, пытаясь гортензии, так гортензия не ко мне. Действительно, качество посадочного материала, честный продуктов крайне мало. Мне когда говорят о европейской России, ну подскажите кого-нибудь, кроме Мараховской, кроме Макарова, уже подсказать-то некого я даже. Господи, если бы знали, звонок с Украины, Тернопольская область. Вот, я уж на украинский перешел от удивления. Я говорю, здоровенькие были, у вас что, тоже что ли ничего нет? Так шучу. Он говорит, да нет у нас ничего. В раз разучились выращивать. В раз, кроме польской дряни, ничего нет. Как это случилось? Я с западной Украины, я с Волыни. Эти сады, это перед глазами стоят. Смотрите, до Саренца буду к вам обращаться. Ну, заказал у Сергея Саренца абрикос, яблоню, сливу, грушу, вишню. Я с вами не разговаривал, мне трудно со всеми успевать разговаривать. Так. Трудно. Поэтому я всем скажу, пытаюсь угадать. Вы, судя по тому, что в единственном числе яблоню, сливу, значит, возможно, вы по одной заказали. Долго будете ждать урожая. Я подэту ваше письмо для всех, выставил эту фотографию. Значит, это уссурийская дикая груша. Она давала мало плодов до этого года. Вот. Я с Дашей сходил, говорю, Дашей, пойдем научу. Срезал ветки. Это, конечно, кочунство. Оно ради этого сварога. До него сто метров разве опылит. А сварог родственник у Ширики. Вот. И получилось. Урожай вы видели в фильмах там. Тимош, кстати, сколько же он ведер собрал? Тимош, сколько ты груш собрал возле этого ведер? Возле беседки? Я не знаю. А, памяти нет. Восемь или девять. Ну, короче, это, возможно, благодаря вот этому вот венику или как, букету. Это один из способов. Короче, проблемы будут. И абрикос, и слива, и груша, и вишня будут славу плодносить. Принцип один. Садите больше. Это горькое. Вам бы хотелось. Многие говорят, а у меня одна. А что это? И будет, и ждут от меня хорошего ответа. У меня, кроме горького, нет ничего. Поняли, да? Вот. Еще позже, когда будет побольше денег, хочу книги-диски заказать. По-моему, так и не заказала. Но уже многое подчеркнуло. Почему такая чушь кругом вбивается в мозги людям? Я тоже не могу понять. Зачем? А, нет, теперь я знаю. Все. Я долго думал. Я ночами не спал. Мне все время не дало покоя, что я все по этой ноге точно делал, а стало хуже, чем было до того, как начал облагораживать. Представляете? Вот так вот. А вот это я не выдержал. Я подумал, Валерий Николаевич, уважаемый министр, вот это ваши. Это студенты. Я из сайта Тимирязевки, да? Вот. А они же ничего не знают. Они улыбаются. Они выйдут отсюда. Они пойдут работать куда угодно. Только они, как это, Савинич предложили на 9 тысяч агрономов. Я еще понимаю, агроном сам не работает. Надеюсь. То есть он как бы начальник. Наверное, у него будут подчиненные. Так они еще меньше будут получать. Ну, типа там, как их там, землекопами не назвать, садоводами. Ну, работник там, тынь, ГСУ, да? Вот. Ужас какой-то. Что их ждет? Только диплом нужен был. 5 лет дурака валять. Потому что, вы знаете, 18 лет в среднем заканчиваешь школу, да? Можно работать. Ребята крепкие, бугои еще. На какой черт им 5 лет-то эти знания никогда не пригодятся только ради бумажки. Ну, кому-то пригодится. Помните, я рассказывал, что дипломы агронома получила вся окружная милиция? Им до карьеры надо было. Лишь бы диплом. А иначе сержант никогда не станет лейтенантом. Только ради этого держать эти вузы и технику. Это я к вам, Валерий Николаевич, обращаюсь. Сейчас надо что-то делать. А еще я скажу. Вам надо... Я же не зря упомянул три фамилии. Паулина, Савинич, Камаренко. Это моя селекция. Это то, что я не моя, но я это знаю. Людей знаю. Понимаю их. Настоящие садоводы. Настоящие фанатики своего дела. Вот. Селекция нужна людей. Вот примерно так. Это Грин Александрович, извините вас, дергаю. Вот вы так учились привать. Ну, поздновато, но понятно. Но сам факт, что привать учились. Вот. А эти? Что они знают про прививку? Что они знают про закон сопочияния почек? Им кто-нибудь преподавал то, что я открыл 15 лет долблю? Вот это вот один из примеров, да. Просто красивая фотография с моего сада. Помните, та женщина говорила. Долбилась, долбилась, только хуже стало. 10 лет долбилась. Почву уничтожила. Вот видите почву, да? Но как вот эта почва, которая якобы мешает деревьям, вот как она может помешать вот этому положению? Ну, объясните мне, ведь это же каждый год такое выражение. Ну, подумай, сразу цвет меняла. Желтый на оранжевый, оранжевый на красный, красный опять на желтый, потом опять оранжевый. Да черт поснимаем, разве в этом дело? Так. А ведь на даче именно по этой тупой науке делала. Поверьте, она слово науку применяет в прямом смысле. И всё идёт. Я вам потом покажу, откуда ноги растут. Что это действительно наука. А не кто-то там на базаре. На базаре тоже учат. Я рассказывал этого. Это почему? Потому что у нас все должны уметь растить сады. Стоит этот, покупил саженец. Держит двухметровый саженец. Корней нет. Но это ладно. Вот. У нас не знают, что корни должны быть и дерево. Корней нет. И говорит, а скажите, а я рядом стою и слушаю. Скажите, а где-то я слышал, продавцов, где-то я слышал, что надо закапать по прививку. Да? Да. А вы знаете, я даже читал, вспомнил, что надо закапать по прививке, и дерево даст дополнительные корни. А в руках держит абрикос. А он такой, конечно, да, 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 да. О, и тут он. Вот. Ну, и посадил, естественно, врет. Вот. Когда я сказал, что надо теперь корней нет, отрезать 90% крона, и остаточек могут как-то пришлиться, зацепиться за дерево. Вот. Покупатель посмотрел на меня, как на идиота, и пошел. Вот. Ну, ладно. Читаем дальше. Купил отдачу с одиннадцатыми яблонями. За ними никто не следил. Я давай красоту наводить. Убирать дерн. Ну, а дальше, сами понимаете. Та-та-та-та-та-та. Потом мыши обьели, потом зайцы, потом еще и звероферма рядом. Вот. Но это я пропускаю. Это не мое. Вот. Даже про зайца я уже говорил, потом себя проклятал, как зайцев не сажать. Ну, сделайте ограду, и зайцы не полезны. Так. Вопросик один есть. Сейчас я на него отвечу. На который пока не нашла ответ. Как выбрать место посадки с точки зрения соседей? Плохо ли сажать яблоню, грушу, абрикосе рядом с вишней? Вот про этот плохо ли я уже сто раз говорю. Если размер будет выдерживаться так, чтобы кроны не заделяли друг друга, садите рядом с вишней, чего угодно. Но, а, блядь, кто будет? Не яблонь, не же вишню. Не вишня яблони. Значит, орел вишневый. 5-10 деревьев. Вот. Рядом, ну, метр через 4-5. Орел. То есть, там, семейство яблони. С другой стороны 4-5 метров. Груша. И ничего не будет. Еще и лучше будет. Я уже говорил, что получается своеобразная крепость. Летит, глядывает. Ну, где мне присоседиться? Облетело абрикос. Терпеть его не может. Я же сказал, что у меня абрикосы никогда не поражались. Никогда не поражались эти самые. Череши никогда не поражались. Ленклоды сливы никогда не поражались. Персики. Летит, увидел абрикос. Облетело за ними. Облетело грушу или там этот. Сливу, который может. Ну, и так далее. Я это рассказывал. Теперь самое главное. Я читал про книжку «Веры нет». Очень важный момент. Тем более, если она мои посадит. Она что-то, наверное, меня выписала. То тогда получается проблема с соседями будет. Я второй раз показываю. Но ради дела. Вот эта посадка из-за того, что мне земли мало, пришлось садить близко. Да, неудачно. Да, здесь раньше сгнивает корневая шейка. Да, из-за этого мои груши век короче. Из-за этого нижняя ветка начинает отсыхать. Видите, отрезанная. Но не заподлицо никаких страшных ран. Вот это уже не раны, это ранки. Отрезали, замазали. Причем только сухие. Только сухие. Дальше. Да, близко. Да, это. Ну, следующий ряд. В двух метрах. Вот так и садите. В двух метрах. Ну, если вы думаете, что ваши деревья будут соседям мешать, давайте смотрим со всех сторон. Вот это моя груша. Вот она, кстати. Лада, любуйтесь. А вот это сосед. А у него дикая груша. Видите? У меня культурная. У него дикая. У него сиенец. До сих пор не плодоносит. Где взял? Ну, сами знаете. Где взял? И вот вырубить он его не вырубает. Все, каждый год он привил, забывает. Вот. И она растет, мешает уже. А мои груши вот эти падают на его территорию. Своих не дождался, ест мои. Обид никаких. Следующее фото. Вот это вот. Видите? Это сварок. Где-то четвертая часть падает на территорию соседа. Никаких обид. Нарядная Фимова. Вот как он их ест. Оно не самое вкусное из моих. Самое красивое. Нарядная Фимова. Посмотрите за забором, сколько их. Видели? И знаете, не обижаются. Что близко к забору. Не обижаются. Смотрим дальше. Абрикос. Он растет на моей территории. Это забор соседский. Вот он. Я фотографировал, попросил разрешения со стороны соседа сфотографировал. Никакой обиды. Как вы смели близко посадить. Все, заросло. Это это. Вот. Никакой обиды. А здесь я еще проще сделал. Видите, забор. Это рабица. Это я соседу просто посадил. Прекрасную грушу. И никаких обид тут нет. Просто лишний повод дружить. Правильно? Еще не все. А я на самом деле вспоминайте. Мы с вами осенью сняли фильм. Я снимал. Вы собирали эти груши уже с земли. Перезревшие. На семена. Помните? Вот. А соседи рядом. Соседка на территории. И ее мама. Молодая женщина. И ее мама. Галя с Леной. Они смеялись, улыбались. Мы шутили. Все это попало на это. Почему они не обидели, что третья часть дерева примерно 10 ведер упал на их территорию? Они собрали сколько могли. Остальные гнили. Потому что физически невозможно собрать все это. И куда их девать потом? Вот. А нам нужны были семена. Мы зашли. Попросили разрешения. И все это под хохот. Под анекдоты. Фильм-то сделан же. Любой может увидеть. Вот вам и соседи. Так? Вот. Ну все. С этим понятно. Если так, то почему нет? А если вы не ждете урожая, если вы купили на рынке, то все равно это ничего не будет. И соседи обижаться не будут. К ним ни одного не упадет. Ну, ну формально надо вступать 2-3 метра. Так. Сергей Железов. Вот. Значит, один из тех, кто... Ну, в университет его это самое не взяли. Вот. На платное денег нет. Пока есть долги. Вот. И он остался с дипломом этого самого агронома. Но таким не берут ученые. Я уже говорил горько. Но раз вы первый раз меня слышите, Владимир Николаевич, если услышите. Вот. Один из лучших садоводов России. Знакомьтесь. Его можно пропустить с этим дипломом. Ну, формально-то можно учить. Но он уже должен преподавать. Или один вариант. Вот. Студентам. А еще лучше больше пользуют. Если ему выделить участок, так, несколько гектаров. Дать грант. Вот. И пусть это самое помощников. Настоящих ученых. Которые будут делать, делать наукообразные какие-то диссертации. Вот. И в результате всем будет хорошо. Вот. И теперь вы его увидите. Возможно, скоро вообще не увидите. Случилась для меня страшная беда. Он же здоров. Ну. Вначале я покажу его работу. Вы можете не знать. Во-первых, я знакомлю его с первым постулатом его жизни. Постулат Железова Старшего вначале. Степень морозостойкости конкретного саженца зависит от минерально-селевого состава почвенных вод антипризов. Отсюда важность центрального корня. Который с таким удовольствием отрезаем. С целью улучшения. Вот. Ну. И когда мы беседовали в саду Железовым врачем, Сергеем. Значит. Он взял и выдал то, что... Даже сам не понял важность того, что он сказал. Что ж для него подумаешь. Он такой же, как я. Выдав что-нибудь. А никому не надо. Но главное, что это. Оценить некому. Читаем. Это уже его постулат. Один и тот же саженец. Посаженный в районах с абсолютно одинаковыми климатическими условиями. Заметьте. Все одинаково. А саженец тот же. Вот посадили вот тут и посадили там. Все одинаково. Но будет иметь разную расстройкость. Исходя из жесткости подпочечной влаги. Вот. Вот это уже его. То есть. Люди удивляются. Тут растет, тут нет. Тут растет, тут нет. А о том состав какой, никто не знает. А ведь этот состав определяет морозостойкость и время или возможность замерзания той влаги, которая ходит по штамбу и кроне. Ясно? Вот это очень важный момент. При прочих равных условиях. И саженец один и тот же. Или если они одинаковые. Чтобы до конца довести этот постулат. Нужно в одном месте посадить 100 тысяч. Ну так, чтобы, так сказать, усреднить результаты. В другом месте стоили 1000. И вот оказывается, я его поздравляю. Это в его жизни, это первый. Надеюсь будет много. Только что кажется, он и будет последний. Сейчас я объясню почему. Ну его работа ювелирная. Вот я часто показывал. Вот. Это однолетка. Так. А вот это для сравнения. Знаете как? Я не буду говорить, откуда я взял этот снимок. Я прям фотографировал прям сайта. Это раскрученнейший хозяйство сайт, да? Посмотрите на эту рану. Здорово. Посмотрите на какие. Видите, лишь недолго он будет жить. Ведь это рекламная. Это еще лучше. Вот. Пожалуйста. Вот. Кто мог представить, в каком он научный сад мог вырасти. А это еще раскрученней. Опять не буду называть. Мне и так уже это врагов нажил. И все равно по качеству. Хоть и там закрытая корневая, хоть и тут. Вот это я хотел сказать. Пока наш питомник лучше. Я имею право сравнить. Я не слепой. Я не хвастаюсь. Я концитирую факт. А вот его работа. Видите? Вот его работа. Земля паршириша. Почему на ней все растет? Надо знать, где привить, как привить. Вот. Зима вернулась. Видите? А под бутылками, видите, как оттаивает? Под бутылками-то плюс. Почва оттаяла. Значит, процесс ращивания идет. Зимой не выкопан. Ни один саженец за всю жизнь. Никакой халтуры. Никаких гнилых. Знаете, что такое погреб? Или сохнут, или гниют. Попробуйте выдержать режим температурный. Ладно. Попробуйте выдержать влажность почвы или там опила. Ага, сейчас. Вот. А потом на рынок они же спят. То есть без листья. И поступают на рынок. Вот. А потом что-то они у меня нет. Нет, они проснулись. А вот настоящий питомник. Зимний. А вот и его работа. Дар небес. Ну, вот видите. Амур. Дар небес. Ну, в общем. Это причем без халтура. Если это дар небес, то это правда дар небес. Если амур, то это точно амур. Вот. А качество сами видите. Поработь. Вот. Покупают плохо. Некоторые, вот видите, двухлетка. Это плохо, что он такой большой. Потом будут обрезаны. Заметьте, это только товарный вид. А потом сильнейшая обрезка. Вот. И сейчас я кое-что добавлю. Вот. Смотрите на него. Скоро вы его видеть не будете. И знаете, почему? Вот такую карьеру сделал. Вот я вас интригую. На всякий случай, чисто деловой. Вот сейчас пару деловых минут. Красноярцы. Сперва начали так же. Купили себе. Вот. Потом сказали. А давайте, что мы заездим. Вот. Собирают деньги. Привозят Сергею деньги. Отвозят в Красноярск. Разница в карман. То есть и себе хорошо, и соседям, и родственникам. И Сергей, он улыбается. Потому что это. Ну, это было уже давненько. Сейчас все хуже, хуже. Это уже работа Сергея. И это работа Сергея. Но это фильм уже постарше. То есть раньше. Сейчас. Сейчас. Как бы сказать. Тот снимок. Те снимки более современные. Вот работа. Яблони опрышкиваем. Груши нет. Абрикосы нет. На них не бывает. Ну, это зима покажу еще раз. Вспомните. Саженцы без корней на рынке. Сравнивайте. Когда я говорю, лучше питомник в России. За этим что-то стоит. Зима вернулась. Майские морозы. Ну, бывает. А им хоть бы хны под бутылками. То же самое. Даже посадить не успели. Зима вернулась. Это к тому, чтобы кто-то мечтал, чтобы не рай. Ну, и сама работа. На границе. Зимой и летом. И сама работа. Не сахар. Отсюда шучный товар. Вот. А это как бы красивый снимок я сделал. Где вы видели в этих всех питомниках многочисленных. Дматочный сад. Ну-ка вспоминайте. И ведь не так ни разу никто не показал, не сказал. Ну, сейчас про это я сейчас еще продолжу. А пока что хочу сказать. У нас же скоро когда-то привек не забрались. Ничего еще. Ко мне зима вернулась. Вон холодильное ветеринство. Вот. Снег еще выпал. А где-то уже плюс 20. Но в российских. Как, что им посоветовать? Что им бы выслать? Как, чтобы они эти... Климат меняется. И вот я к чему. Значит. Сергей мне устроил сюрприз. И захожу. Я говорю, потому что мы же все друзья. Мы все друга знаем. Вот. Что-то сейчас в этом году мне не купят. А кто знает, будет еще когда-нибудь. Он сделал карьеру. Сейчас скажу. Горькую карьеру. Денег не хватает. Хотели мы расширяться. Хотели землю прикупить. Денег не хватает. Не хватает. Не хватает. Саженцы берут все хуже. И это лучший питомник в России. Все интересное. Вот у этих-то мошенников-то берут. Но у них реклама лучше. Так вот. Захожу в гараж. И вижу много-много всего. Каких-то стоек. Гараж забит. Я к Сергею. А что ты там купил-то? Я ничего понять не могу. Он говорит. А я буду в Красном Хуторе магазин открывать. И тут у меня сердце оборвалось. Все. Вот вам все лекции. Вот вам ученые. Вот он. Я думал как. Ваулин потянет. Но все-таки мужик единственный, кого я знаю. Из ученых, кто что-то может. Савенич помощница. Потянет за собой Сергея. Сергей еще кого-то. Потом дойдет когда-то очередь. И мошки. Вот вам и династия. Все. Династия заканчивается. Я знаю что такое. Нищая деревня. Я беру только в долг. А уже кредит взят. Оборудование закуплено. Что дальше? Отговаривать поздно. Вот завтра я буду отговаривать. Поэтому все это тайком от меня. И он часто. Вы знаете вот этот период. Он очень короткий. Вот этот период. Ведь это работа-то штучная. Это же на морозе. Это на земле. Вот. И стоит только окунуться в эту торговлю. И на этом все. А привать умеет он один. А я уже не могу. У меня руки опухли. Я последний раз привью. Покажу вам. В общем я с вами делился как с друзьями. Кто захочет что-то сейчас купит. Вот. Кто захочет то это самое. Может быть. Я даже не верю. В следующем году он вырастет. Хотя бы столько касается. Но интерес удовольствия падает. И вот. Валерий Николаевич. Дорогой наш министр. Оно убито мошенниками. Миллиарды. Миллион. Сотни миллионов. Это самое малое. Но если считать что дам допустим. 20 тысяч. 20 миллионов дачников. За свою жизнь каждый купил. То счет уже на миллиарды пошел. За все годы. И все это мертво. Что не мертво было. Напали. Сами набросились. И резали. И резали. Вот как тадама. Вот такая грустная история. Осталось на 15 минут. Сейчас хлебну чаю. Я сюда вставил пару снимков. Вот таких. Смотрите. Есть у меня то что называется. А. Этот снимок напоминал. Я получил два письма. У них проклюнулись у кого одна. Косточка. У кого две. Звонок был. Одна. Косточка. Проклюнулась. Это уже. Это первые. Звоночки. И наконец. Когда. Вот. Вы смотрите на компьютер. А он появился благодаря. То есть. Вот сейчас я перед компьютером. Благодаря. Алены. Из. Казани. А я. Говорит. Пришли вам 25 тысяч. А вы мне положите на 25 тысяч. Абрикосы. Вишни. Вот. Яблочки. И. И. Торей. Вишни войлочные. И. Груши. Ну. Тысячу косточек. Которые. Кабрикосы. Положил. Из них две уже проклюнулись. Вот. То есть. Вот. Она получит. Максимальный результат. Почему. Косточки были запрятаны. Песок. Примерно. Месяц полтора назад. В холодильнике. И. Пора пришла просыпаться. На улице. Март. Где-то на юге. Уже плюс 20-25 метра. Это я из писем. Из этих. Из водков. Уже можно садить. Вот это для них. Некоторые. Вот эти вот. Я садить сырвал буквально вчера. Заодно решил показать какие они. Что такое ассортирь манжурских абрикосов. Вот. Найдите мне. Я вот так взял. Греб рукой. Я не подбирал их. Чтобы разные были. Клянусь Богом. Я никогда с небом не шучу. Когда уж. Вынужден. Потому что скажут. Ну. Хитренький. Подобрал. Разное. Посмотрите какие они. Они все. Из под манжурских абрикосов собраны. Я сам удивился. Я вот так жменько. Набрал. Ладонь раскрыл. А почему вы все такие разные. А у них разные папы. А вы видите сколько средних культурных. Я насчитал как минимум. Те которые явно носят признаки Серафима Амура Артема. А вот это даже королевский. А вот это вот Фаина. А ведь это был манжурец. А у меня смешанный сад. А где. Когда. Если это последний год. У меня есть проблема. Я не скрываю. Вот. Если это последний год. Мой. А их не надо сортировать. Серафима Артема Амура. Их надо просто взять. За толпой вот этой. И посадить и ждать что получится. Они все гибридные. Каждый это как родители. Папа Бладин. Мама Брюнетка. Сын Рыжий. Вот у меня тут такие вот. Кстати даже с названием Рыжий тут есть. Вот это вот. Похож на Рыжий. Но ведь это манжурцы. Их опылили благородный папа. Я говорю. А какие. А я говорю. Я не знаю. Вот здорово. Да. Вот так зачерпнул из банки. Вот это. В ладонь. Здорово. Скажите нет. Вот пожалуйста. Вот видите. Абрикос в ладжурске. Сортина Р2. Банка так была подписана. Вот она банка. Видите. И вы скажете что это дикари. А? Вы скажете это дикари. Я это предлагаю сейчас. Вот она на 25 тысяч купила. Я благодаря ей купил компьютер вот этот. Вот. Но когда эта лавочка закроется. Ребята. Прок надо брать. Вот такие я и высылал. Почти 8 килограмм получилась эта посылка. Вот видите. Вот они красавцы. Вот отсюда брали. Это те которые брали понемногу. А в основном. В основном. Там были 100 таких. 100 таких. 100 таких. 100 таких. 100 таких. Потом 80 таких. 80 таких. 80 таких. 80 таких. Вот так вот я им собрал тысячу штук. Только одни кости. То есть. Запасом. Учитывая. Как бы условно говоря. Скидку. Вот это интересно. Нет? Я знаю что будет. После моей этой речи. Будет один заказ. Редко два. Так. Так. Морошова. Долго. Я даже вот с этим письмом. Минут 30 говорить. Вы ведь. Она меня спрашивает. Вы ведь по. Не по забывчивости. Положили косточки слива в сухой песок. В сухой песок. Я никогда не кладу. Ни разу в своей жизни. И девчонки тоже бы не ошиблись. Вот. Дело в том что. Косточки слива. Я ложил первыми. Еще в январе. Помните. Я вам это рассказывал. Они уже. Минимум два месяца пролежали. Что они делают. Вот эти вот. Я ей объясняю. Галине Варшовой. И вам за ним. Вот здесь они. Хотя. Вместительные. Довольно. Вот видите. Эти. Самые. Мешочки. Да. Каждый из них по 10 штук. Никогда больше. Не по 20. Не по 30. По 10. Вот они. Мешочки. Больше не могу. Вот. Посылка. Алены. Потянула. На 8. Почти на 8 килограмм. Вот. Это солидно. И вот получается. Что сливы лежат дольше. И к этому моменту. Они высосали влагу. А вы их только получили. Вот. И что получается. Предстоит выяснить почему. Я не помню. Звонил я ей. Или сказал отлично в вебинаре. Но факт то. Что. Косточки сливы. Положили в сырой песок. Все в себя вобрали. Вот. Дальше. Следующий этап будет так. Вот если продолжить эту. Опоздать с тем. Что берешь. У людей получается. Допустим. Через месяц. Пройдет месяц. Я еще буду высылать. У нас позднее зажигание. Кто-то вспомнит в апреле. Кто-то даже в мае. А там получается. Что вот абрикос ба. Видите. Вылупился. Два-три. Вылупится. И высосут весь песок. Всю влагу. Остальные. Получается. Как бы в сухом. То есть. Это уже не. Сортификация. Просто хранение. Вот видите. Как. Все надо делать вовремя. Вот что я жду от Ален. От ее тысячи лет. Она выписала. Она живет. У нее сад где-то под Казани. Вот. У нее сразу. Как только. Допустим. Она. Она успела вовремя. Я поздравил. Сказал. Что я высылаю. Две косточки уже чуть-чуть наклюнулись. Вы их найдете. Я рассказывал. Долго перед Тарей. Там где 10. Пол-литровую банку. Там где 50. Уже надо хотя бы литровую. Песком. Придет пора. Большая часть. Все невозможно. Они. У них характер разный. Вот. Одни будут еще спать. Другие уже перекрыли. Некоторые даже уже будут перезревшие. Надо наблюдать. Как бы. Не перезревшие. А перепроснувшиеся. И получается. Что. Большая часть. Когда превратится в деревья. Через 5 лет. У вас будет. Помните. В эти. Показывал вам. 3-4 клетки. Бродского. Уже с плодами. Ну. Эти как. Абрикосы. Да. Сенцы. Мощные деревья. И если. У нее. Это случится. Помните. Я говорил. Почвенную воду. Про жесткость. Прочее. Если вот так. Все эти факторы совпадут. И не самое ветреное место. Которое будет. Деревья не убьет. А убивать будут. Наверное. Могут. Ветер жестокий. Могут убивать. Цветы. Если. Не самое худшее место. Вы выберете. Под красным. Под этим. Под. Казанью. Так. У вас. Через 5 лет. Ну. Допустим. 500. 800. Дойдет. Допустим. Сразу автоматом. Лучший сад Татарстане. Вот просто так. Их такие сады должны быть уже в каждом ГСУ. В каждом этом. Но если я трижды. И вот недавно мне опять показал. Привезла мне уже университетские брошюры. Илья Александровна Савинич. Это четвертый случай. Они повторяют друг друга. А их видимо заставляют их печатать. Вот. А у них идет тема обрезка. И надо уничтожить дерево. Прямо с невероятной любовью. Чуть не сказал. С озлобой. Вот. А потом. Почему у них нет абрикосов? И вот я уже как-то раз это говорю. Валерий Николаевич. Это очень важный момент. Мы еще к этому подойдем. Вот так. Ну что. Время истекает. Значит. Про. Прививки почти ничего. Но тут получается так. Вы просто задавали. Смотрите. Как косочку ложить. Вот это. Здесь косочка лежала нормально. На боку. Видите какой получился этот самый. Я не особо стараюсь выбирать. Я выбрал где явно косочка легла нормально. А вот это я вам показывал. Здесь косочка легла так. Что росток вначале пошел вниз. Видите. Смотрите внимательно. А корень вверх. Это я. Это как сказать. Это вот. Когда садится. Вот посадил и посадил. А там больше что будет. Все равно получился. Однолетний мощный садится. Я вам показывал другую фотографию. Его держит за рукой. А тимошка. Он мощный такой двухметровый. Однолетний. Двухметровый. И ничего. Что он был вверх ногами. Лишь бы не втыкать его как это. Учат некоторые. Ума то нет. А думают. А раз корень смотрит вниз. А корень вылез. И тогда его берут. А когда сильно длинный корень. Тогда уже ставьте вертикально. А если он только появился. На бочок. Я ответил на вопрос. Ответил. Все по честному. Пропускаю. Дело в том что. Очень интересная тема. У нас заканчивается сегодняшний вебинар. Я его пропускаю. Потому что это касается нас всех. Ну что ты будешь делать. Но тем не менее. И показываю галерею европейцев. Самый крупный из европейцев. Вот. Это. Сам не знаю как назвать. Ну стыдно уже. Ну назовем. Уже некоторые знают. Крупноплодный железовый. Хорош. Да. Вот. Из европейцев. Подчеркиваю. Есть разница в чем. У них цветение в разное время. С этими. С дальневосточными. Так. Моростойкость наверное пониже. Но на мажорцах нормально. Уже некоторым по 30 лет не замерзает. Смотрите дальше. Вот. Какой-то год получился. Вот почему так. Даже на деревьях где было приличное урожай. Все равно они были крупнее обычных. Это какой-то год. Может быть это случайно. Вот. Дальний берег два раза укрепился. По сравнению с тем что было. Ну. Когда он первый раз оплодносил. Ну. Четыре-пять лет назад. Ну. Этот симпатяга. Да. Ну. Все он вдруг это. При прочих одинаковых результатах. Или топольский. Ну. Представляете. А это европейец. Подчеркиваю. Европейец. Ваньков ранний. Я не знаю его происхождение. Но если я получил его. С Европы. Я считаю европейцем. Раз его родители там жили. Родители веточек. Пятьдесят четыре. Да. Неплохо. Теперь что я придумал. Я в самых крупноплодных абрикосов нарезал веточки. И со слив. В основном буду работать с абрикосами. Вот такие деревья. Я их называю маточные. Такое дерево позволяет. Мы пришли к прививкам. Я кое-что успел. Вот. Мы позже начали. Будем считать что у нас через пятнадцать минут. Как можно ниже превью. Раз. Два. Три. Четыре. Ну десяток. Вот такие вот. Мощненькие. Все. Вот. Превью абрикосы. Это слив. Почему? Надо делать новую линию. Ну ничего я могу сделать. Вот человек мне пишет. Поймите меня. Мы же с вами беседуем. Не просто я там наручительно читаю. И иногда плачет. Вот пожалуйста. Валерий Константинович. У меня метровый снег. Я встаю с лопатой. И в ужасе. Как я откопаю. Ну действительно. Представляете. Метровый снег. И как ты откопаешь. Чтобы не гнила корневая шейка. Ну понятно. На будущее я сказал. Делайте холм хотя бы полметра. Выслал фотографию. Своих самых высоких для холма. Уже легче. Правильно? Вот. Еще кое-что покажу ниже. То что работает нам это. Мои наблюдения. Вот. А пока нам нужно иметь целый класс растений. Именно китайских слив. Супер надежных. Которые приучены. Мы культурные. Самые лучшие. Даже европейцы. Это не самое крупное. Согласитесь. И не мелочь. Вот. И те места где много снега. Можешь вести новую линию. Можешь вести новую линию. Привыкает подвои. Привоем. От них можешь брать косточки. И выращивать подвои. И прямой. Если где-то тут из десяти только два пойдет. Эх. Жалко. Забыл. Хотел поместить фотографию своего лучшего абрикоса на сливе. А нет. Как-то показывал. Ладно. Вот. Теперь так. Вот это вот. То что лезет и лезет и лезет. Подлая реклама. Прямо ко мне в компьютер. Сама. Вот лезет и лезет. Ну вы уже видели. Уже ясно. Вот это открываем. Там потом покажу. Да. Вот вам колновидное. Саженцы вишни из Сибири. Вранье. Омский садовод. Покажите вишневый сад. Колновидные деревья. Абекер. Ну все понятно. Это тот самый. Мошенники. Вот. Опять колновидные. Опять нарисованные. Вот. Снова Абекер. Семена Сибири. Вот самое подлое, что слово Сибирь. И человек думает, вот куплю саженцы. Я в Сибири. Он в Сибири. Этот питомник. Саженцы почты. Ну в общем сейчас вы поймете. Чему я. Омский садовод. Так. Морозостойкие саженцы от питомника с доставской. Так. Морозостойкие. Значит выращены в Омске. И как? Может я что-то не понимаю. Если они сами выявляются перекупщиками. Значит где-то на этой широте есть питомник. Сад. Сад. Сад и питомник. Матусский сад, который делает саженцы. А вы их допустим покупаете. Согласен. Скажите где? Где на этой широте? А? Омский садовод. Вот это вот. Что ваше? Вы что врете-то? Вы только сейчас мы это видели. Вспоминайте. Вот. Это то же самое, что... Тимирязевка так же... Так же с этого... Смошенничала с интернета. То же самое. Нет в Омске вот этого. Не растет это все. Придет время и Юлия Матвеева будет такие торговать. Но надо еще время. Только развивается. Все имена. Саженцы вишней почте. Ну. Я почему вот это перефотографировал? Мне вот это... Мне режут глаза. Шедевры мировой селекции. Ну что, с Италии привезли? Ну говорите. Ведь вы же не скрываете, что это шедевры мировой селекции. Значит, саженцы шедевры с этого. С Италии, с Голландии, с Сербии возят. Польша. Ну там нет мировой селекции. Поляки это так. Вот. Молдавия. Ну это уже не мировая селекция. Ну что еще? В Германии тоже ничего хорошего нет. Ну, короче, юг. Теперь. Я пытаюсь понять вас и всех. И тех, кто вам доверяет. Вот понимаете как? Допустим. Взять. Чуксин продать. Мужчинам плавки. А женщинам плавки и бюстгальтер. То есть открытые. Все. И заставить их ходить в них зимой. И наконец они все замерзли. Вот. Приезжает следственная группа. Прокурор. Патологоанатом. Само собой. И главное эксперты. И эксперт самым видом смотрит на нее. На эти трупы. Но они прямо в купальниках. Они не голые. Вот. Купальника. Женщины там. Это я специально утверждаю. И смотрит лейбл. И говорит там следователю. А вы знаете. Никакого обмана то и нет. Это и вправду. Лейбл. Это итальянский купальник. Надо же. Состава преступлений нет. Они настоящие. Они не обман. А когда речь идет о саженцах. Эти шедевры мировой селекции. Так же как в Чукте. Так же замерзнул чертовой матери. А ведь они же шедевры. Ну и зять им виталию. И там выращивайте сад. Нет. Вы уже людям голову морочите. Вот я к чему. Вот это. Прицепился я вот к этой вот фразе. Я и назвал эту тему. Бикини для Чукчей. Пожалуйста. Начинаем вникать. Это магазин. Вот. Где ваш этот самый. Вот нажимаем допустим сейчас на абрикос. Вот. Сейчас нажатым. Это было с экрана. Прямо. Вот как было так было. Вот она вишня. Что они слепой что ли. Это с интернета. Вот. Смотрим дальше. Здесь написано. Семинару. Перелистываю. Семинару. Абрикосы. Опять вранье. Нет у вас своего сада. Смотрим. Где вы живете. Ну. Думал. Может быть. Где нибудь на юге. Нет. Магнитогорск. А. Магнитогорск. Это растет. Ваш сад где. Я могу сделать рекламу. Представляете. Звонок отсюда. Вот с этого. Видите. Вы можете позвонить. Узнать. Правда у них персики. Ихние. Абрикосы. Вот эти роскошные. Они скажут. Ихние. Позвоните. Железу. Он просил. Если так. Значит. И подтвердите. А я Железу. Такую рекламу сделаю. Железу будет говорить. А вы знаете. Я в первый раз в жизни ошибся. Магнитогорск. Это же Урал. Это же Халадина. Это же климат. Таш. Сибирский. Вот. Это Челебинская область. За сорок. Вот. И вдруг. Такая красота. Да. Железу. Он такой. Чтобы. Это. Он же не говорит. Что вы мошенники. Он задает вопрос. Где. Где сад. И вы. Это. И вы ему позвоните. Скажете. Вот вам фотография. Настоящий сад. Мы просто забыли здесь. Мы. Это. Случайно. Вот эти. Вот. Отставили. А. С твоего сада. Ну. Некогда нам было. Я уже такое. Отполучал ответ. Что. Почему нет вашей фотографии. Нам было некогда и сделать. А это делается несколько секунд. Даже не минут. Секунд. И вот получается. Извинюсь. Я рекламу вам сделаю. Я скажу. Первые в России. Та. 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 Свой. Настоящий маточный сад. Свой питомник. Ура. Ну. Что этот абрикос Сибирь живет. Это же не могут же. В это самое. Назвать абрикос Сибиряк. Вырасти его в Сочи. А. В Крыму. Что я должен думать то. Ну. А потом начинаю разбираться. Тут ты только нажимай опять то же самое. Это же еще фотографии с интернета. А вот это меня знаете чем убило. Это уже другая. Другой сайт. Я не вникаю какой сайт. Ну. Когда показывают колонновидки. Да еще вот такие фотографии. Да. Я всегда думаю. Вы что. Идиоты что ли. Она должна плодоносить с самого низа. Зачем вы уничтожили то. Половину урожая будущего. Но дело то еще в другом. Внимание. Это что за цена 6500. Колонновид на яблоне. Которая даст 5 штук за всю жизнь. Ну 15. За 6500. У нас каждое яблоко будет стоить по 100. По 200. По 300 рублей. Вы что охерели. Уж врать так хотя бы это. Вы знаете. Я уже видел 120 рублей. Черешню. Я видел 220 рублей. Абрикосы. Им лишь бы продать. Они скорее всего уже поняли. Ведь когда я говорю что спроса нет. Сергей уходит с садоводства. Ведь практически уходит. Представляете. Он не имея ни помощника. Ничего. Никого. Будет этот самый. Как он называется. Магазин открывать. Не опыта. Ничего вообще. Жена не поможет. Двое маленьких детей. Не оторвешься. Вот. Младшенький только по этой. Еще до сих пор сам не ходит. И вот получается что. Как же так. Вы же получается это самое. Те кто снизил цену до 120 до 200 рублей. Это вы видимо уже поняли что. У Сергея не берут. А у вас и тоже ведь наверняка. И моя какая то это. Агитация. Ну. Меня знают мало. Что такое. За месяц. За неделю 500 просмотров. Вот. Это наверняка значит что. Никто не знает меня из широких масс. Мои вот эти публикации. Значит. Кто-то 6500 слупит. Ну может богатенького. А кто-то остатки по 120 по 200 рублей продаст. Лишь бы только продать. Уже одна мысль. Тем более они наверняка залежало. И все. И проклясть себя что связали с этим. Падает садоводство. У людей денег не прибавляется. Я по себе вижу. Интерес падает. В глазах у людей тоска. Им сейчас не до садоводства. Вот что есть то есть. Ой. Так. Все. Хватит. И остановлюсь на это самое. Нет. Скажу. Потому что у меня. Я еще два часа не прошло. Через несколько минут. Вот. Это уже до конца. Чтобы эту тему. Дело в том. Что все эти обманы. Только потому. Что у нас невежественные люди. Что мы не воспитываем детей. Которые хоть близко к природе. Видели те дебильные страницы с учебника. Которые только ненависть возбуждают. Как нас отучили классику читать. Нахрена классика в школе. Нахрена она нужна. Сколько воев было. Когда священник сказал. Это же он меня может даже слышал. А потом повторил. А может быть он сам до этого дошел. Вот. Чтобы мы думаем в одном направлении. Материнство надо готовить. А не к этим. Не к логарифмам. Вот. Как на него набросились. Боже мой. На этого священника. Конечно. Это другая крайность. Но ищите середину. Чтобы ребенок закончил. Чтобы закончил школу. Девушка. Вот. Которая впереди. Это самое. Материнство. А она в школе научилась детей пеленать. И чтобы ей показали фильм. Как это самое. Вырывает кусочки детей. Из этого. Из материнского лона. Который называется Борт. Чтобы потом. Шарахалась от этих случайных связей. Зная что ее ждет. Пусть вначале увидит. Как это выглядит. Вот это и есть настоящая школа. Вот тут я на стороне священника. А вот это. Ладно уж закончил. Земля Уральская. Да. Я смотрел. Дважды уже. Этот фильм. Еще один. Вот ходит. Рассказывает красиво. Колонны. Настоящая колонна. Ни одного яблочка. Сады Урала. Ни одного яблочка. Я вот это мне объясните. Ведь я же вижу, что это не весна. Когда еще только появились листья. Ну покажите. Если это весна. Все в цвету. Ведь знаете как они боятся морозов. Это ужас. Какой там весна. Как они умудрившие вырастить. Пусть это все. Ну я бы сказал. Как бы ее назвать. Это все. Ну как. Неплодовитое. Ну как. Бесплодное. Да. А почему я опять пинаю этот же самый сайт. Сказать почему. Вспоминаем. Я уже сейчас закончил. Но я каждый вебинар буду уже коротко показывать вам. Количество сайтов растет. Которое занимается мошенничеством. То есть появляется все новое и новое. Смотрите. Это было. Слива уральской зори. На самом деле. Это черносливовская красавица. Никакие не уральской зори. И снимок сделан в моем саду. Вот. Вот это моя. Это самое. Мой камень. Которую я привязывал. Я вам показывал. Все знаете. Я вот о чем. Исчезла. Значит все таки это. Я обращался к хозяйке. Исчезла. Вот это вот. Как называется. Логотип. Все. Молодец. Ну думаю все. Че ее пинать то. Ну я на всяком случае. Что такое логотип. Товарный знак. То есть они отказались от присвоенного. Я на свежем сайте. Не нашел. Эти 6 фотографий. Или 7. Которые украдены у меня. Я бы сказал присвоены. А так как логотип их не. То украдены. Вот. Решили со мной не связываться. Я не собирался с ними судиться. Некогда. Вот. Крупный питомник. Можно было на миллион рублей ободрать. Вот. Ладно. Что вы думаете. Я бы не стал вас пинать так. Гражданка Миролеева. Это же сады Урал или нет. Это все свеженькое. Что вы думаете. Взял. Сфотографировал. Прямо с экрана. Свеженький снимок. Внимание. Вы когда отказались в моей фотографии. Вы надергали следующее. И опять на мое нарвались. Ну как так. Вот она. Потом есть еще одна. Но я уже экономлю ваше время. Вот она моя фотография. Вы просто раз слева. Набрались его. И лепите подряд. Вот. И только то, что вы опять присвоили мою фотографию. Пусть без логотипа. Позволило мне вас попинать. Вот. Почему? Потому что если вы присвоили. Это же не только моя фотография присвоена. Это означает. Что ничего похожего у вас нет. Иначе вы бы сделали фотографию со своего сада. Вот. Я вам отомстил за то, что вы вот это присвоили. Это же не просто. Видите как густо. Красиво. Все. Ну а дальше прививки пошли. А наше время истекло. Вот. Но. Что-то вы уже знаете. Что-то вы знаете. Здесь впереди будет столько интересного. Я вас познакомлю с настоящим Мичурином. Вы будете настолько это самое. С халтурой. Вот. Я вам только одно скажу. О чем мы будем говорить. Когда-то в фильмах рассказывал. А вебинара по-моему нет. Не. Не рассказывал. Я вам сейчас расскажу. Я не смог. Потому что не я фотографировал. Да. Вот. Хозяин этого сада сказал. Позвольте меня как хотите. Вот. Одно. Когда я выдернул очередной такой саженец. Нет. Следующий. Сейчас я это. Как анекдот рассказываю. Я смотрю. И ничего понятнее не было. У него корни. Нет. Следующий. Это просто как узелок на память. У него корни вверх смотрят. Я начал крышу сносить. А я должен что-то говорить. Я же эксперт. Передо мной этот самый. Дама. Это. Агроном. Да. Это бригадир. Да. Вот. Ой. Корни вверх растут. Я. Я только думал. Мне надо что-то говорить. А я растерялся. И держу. Он говорит. Йоп. Они копали малюхонькую ямку. Такой им лень была. Вот. Видите. Бригадир. Они. Кстати. Даже сейчас. Вот. На снимке. Они смотрят пустыми глазами. Им ничего не интересно. Что. Все что им рассказывают. Сколько ошибок понаделано. Как изувесили саженцы. А то что корни вверх. Я говорю. Вы знаете. А я. Я говорю. Так мы же выкопали малюхонькую ямку. И когда саженцы. Пусть какие-то херови были корни. Но ямка была такая маленькая. Что они вдавливали саженцы. Лень. Понимаете. Чуть копнут. Вот так. Ну как. Может быть. Похож на стакан. Получился. Может какую-нибудь лопату особую применили. Вот. Чтобы не тратить сил. Еще что-то. Может быть. Какую-нибудь вороночку делали. Вот как. У меня же есть еще до сих пор. Бур. Специальный бур. Но тот бур был под эти. Под. Чтобы. Под агаду делать. Ну. Столбы. Чтобы не копать. А это. Но главное. Они вдавливали. И у них корни достигали дна. Разворачивались. И торчали вверх. Вот. Вот это уровень наш. Это люди. Которые на тот момент. Это лет 7 прошло. Получали по 10 тысяч рублей. Это конечно не деньги. Я бы за такие деньги. И из дома бы не вышел. За 10 тысяч. Вот. Вот вам один из примеров. Наша российская. Вот. От часто им показывают. Где они нахалтурили. Или то ли заглубили. То ли что. Вот. И еще много будет таких рассказов. Еще прикинули. Вебинаров 50. Готовы ждать? А дальше будет про прививки. Про прививки. Все. Пока. Все. Антон Валерьевич. Если меня слышите. Переходим к вопросам-ответам. Два часа и стекло огромное. Я на кухню по целых 5 минут.